Павел Гаврилович Балуев Павел Гаврилов считал, что хозяйственник обязан быть психологом. Прибывая на новый объект, он непременно навещал местные власти, но держался независимо, никогда заранее ни о чем не просил, а даже с этакой бескорыстной щедростью сам предлагал свои услуги. Размыть земснарядом какую-нибудь мель, препятствующую местному судоходству, или пройтись бульдозером там, где районные власти мечтали начать строительство стадиона. Он посылал своих слесарей, монтажников в районную больницу и за два дня оборудовал там водопровод. Зато ко времени, когда на участке у Павла Гавриловича дело шло полным ходом, районные власти, в свою очередь, с воодушевлением начинали оказывать ему полное содействие. Безарендные платы разрешали пользование причалами, гостеприимно открывали для строителей двери всех местных культурных учреждений. Редакция районной газеты, воспевавшая внезапное исчезновение мели на реке, появление нового стадиона и оборудование водопроводом больницы, с патриотической гордостью предоставляла свои страницы для корреспонденции со стройки. И даже заботливо публиковала специальные статьи, посвященные вопросам сооружений, водных переходов. Многие товарищи соглашались с тем, что у Балуева ум прицельный. Коренастый и широкий в плечах, но уже обремененный брюшком, седовласый, с величественным тяжеловесным лицом, Павел Гаврилович выглядел очень внушительно. Надевая спецовку-ливатник, Павел Гаврилович не расставался с галстуком, который он завязывал толстым широким узлом, отчего концы, сильно укоротившись, всегда вылезали наружу. От постоянного пребывания на открытом воздухе цвет лица у Павла Гавриловича бурый, голос сиплый, остуженный. И хотя для начальника вовсе не обязательно все делать самому, Павел Гаврилович, если, допустим, возникла бы нужда, не хуже рядового сварщика мог сварить шов на трубе и, не уступая обычному трактористу, мог проработать на бульдозере целую смену. А если говорить о способности стойко переносить неудобства полевой жизни, то здесь Балуева отличало солдатское умение. Он умел выспаться до полной свежести, сидя в кабине грузовика. Плотно пообедав ночью, чувствовал себя сытым весь следующий день. Он знал, как можно зажженными обтирочными концами обогреваться в 30-градусный мороз на льду реки или вымыться с ног до головы зимой в палатке с помощью жестяного чайника и паяльной лампы. Хрупкая и решительная Дуся, ловкая арматурщица, озорная и застенчивая, выбрала в себя властную силу своего времени. Это она, дочь кровельщика из Ачинска, отважно выхаживала душу Павла, терпеливо снося диспатический эгоизм его мужицкой натуры, недоверчивой, скрытной, но ничем не защищенной от самоотверженной доброты и нежности. Павел Балуев женился на Дусе и потом много лет страдал от уязвленного мужского тщеславия, осознавая превосходство Дусе над собой. Это ее превосходство он чувствовал и тогда, когда вместе с ней учился на рабфаке, и она помогала ему в учебе, и тогда, когда он учился в институте, а Дуся работала, одевала и кормила его на свои деньги. И когда он впервые стал начальником стройки, Дуся уберегла его от зазнайства, в ущерб себе, своей любви. В главке ценили Балуева за его беспощадность к себе, беспощадность, с которой он напрашивался на самой трудной стройке. Он работал в Заполярье прорабом, ставил на берегу океана сооружения, нужные для обороны страны. Дуся работала в научно-исследовательском институте. Была она тоненькая, худенькая, с большими тревожно-внимательными глазами, молчаливая и очень сдержанная. Только когда нервничала, у нее на руках и на высокой шее выступали багровые пятна, и одно веко некрасиво вздрагивала. Но чем сильнее она нервничала, тем ровнее звучал ее голос, и тем более тщательно она продумывала каждое свое слово, и фразы ее становились строгими и даже несколько книжными. Не менялись только глаза. Цвет их не изменили и годы. Как и прежде, глаза у Дуси мерцали нежной, вопрошающей мольбой, были чистые, как у подростка. Возвращаясь домой в трехмесячный отпуск, обуреваемый жаждой вознаградить себя за все лишения, какие испытывал там, на севере, Павел Гаврилович неизменно убеждался, что жена не может быть участницей беспечных развлечений на отдыхе. Беспощадность к себе, которой так гордился Балуев, была не в меньшей мере присуща и его супруге. Чем больше преуспевала сейчас Балуева, как научный работник в институте, тем сильнее росло в ней тревожное ощущение ответственности перед той Дуськой, которой она была когда-то, и с которой не хотела расставаться до конца жизни. Она любила ту Дуську и хотела, чтобы та Дуська стала большим человеком, чистым, прекрасным, как того и заслуживала Дуська-арматурщица, утверждавшая, при коммунизме все люди станут такими хорошими и симпатичными, что даже невозможно себе представить. Евдокия Михайловна Балуева составила себе строгое жизненное расписание. Вставала в пять, занималась гимнастикой, в половине шестого завтракала, до восьми сидела на диссертации, сорок минут в автобусе повторяла упражнения по грамматике французского языка. Из института возвращалась в семь. Два часа помогала детям готовить уроки, до десяти снова диссертация, в постели читала, делала выписки, в двенадцать гасила свет и старалась, засыпая, думать на английском, которое она уже знала очень неплохо. В институте Балуевы уважали за поразительную и настойчивую тщательность выполнения всех лабораторных заданий. Но никогда она не могла преодолеть благоговейной робости, покорного исполнительства, что полностью лишало ее работу духа творчества. А что она могла сделать с собой? С той дужкой, которая жила в ней, и с восторженным восхищением трепетно замирала перед властными, царственными именами известных ученых. К себе Дуська относилась беспечно и с озорной бесшабашностью уклонялась от всего, что могло как-то облегчить ее трудную жизнь. Когда во время войны тяжело раненого Балуева эвакуировали в сибирский госпиталь, Дуся нашла его и выходила. Она не рассказала мужу, как жила с детьми в эвакуации. Институт разместили в здании пивного завода. Первое время часть сотрудников жила в землянках. Дуся переделала оконную нишу в землянке и, так как стекла не было, заменила его бутылками. Сложила из кирпичей печь, для дымохода достала канализационную трубу, которую привезла на салазках из города. Во дворе бывшей нефтяной базы собирала в ведро, пропитанное мазутом, снег, оттаивала его и потом макала поленье в мазут, чтобы перед уходом на работу можно было быстро растопить печь. Если человечество сочинило хвалебные гимны первым исследователям Арктики, которые сживали ремни собачьи упряжки, замерзая у костров, и в умирающем свете заносили последние записи в дневники, озабоченные лишь тем, чтобы обессмертить свой подвиг, то что можно сказать о советских женщинах, переживших в эвакуации огромное страдание, но не утративших ни себя, ни ощущение полноты жизни? Евдокия Михайловна Балуева завершила в эвакуации вместе с группой сотрудников института многолетнюю коллективную научную исследовательскую работу, означавшую революцию в целой отрасли химии. Детей Евдокия Михайловна устроила в интернат, а сама оставалась жить в землянке. Сюда, после госпиталя, перебрался и Павел Гаврилович. Впервые в жизни Евдокия Михайловна испытала щемящую тоску, унизительную боязнь самой себя. И хотя она густо намазала сухие бледные губы сладкой липкой помадой и накрутила кудельками волосы, вымылась в санпропускнике туалетным мылом. Все время она мучительно ощущала свое тело, ребрастые, как стиральная доска, высохшие, изможденные, утратившие женственность и нежность. Она судорожно боялась той минуты, когда муж захочет ее обнять. А тут еще получилось так, что Павел Гаврилович, потрясенный всем тем, что он узнал о жизни жены, и увидев эту землянку, бутылки в оконном проеме вместо стекла, самодельную печь с дымоходом из канализационной трубы, витаминозную настойку из хвои, стеганые брюки, засунутые в наволочку, чтобы была для него подушка, пришел в состояние такой душевной растерянности, что, боясь впасть прямо в молитвенное благоговение перед Дусей, начал бодриться и глупо подшучивать над ее самодеятельностью. Он совсем нехорошо напомнил, что здесь, пожалуй, лучше, чем было тогда, в том тепляке на стройке. И, мучаясь от того, что говорит пошлые слова, впал окончательно в петушиный задор и стал рассказывать, как воевал, вроде оправдываясь этим перед Дусей. Когда Балуев, улыбаясь одной щекой, притянул к себе жену и обнял ее, она съежилась, опустила голову, и на склоненной шее обозначилась глубокая впадина. Дуся жалобно попросила, подожди, я лампу задую, и не могла. Не было сил дохнуть на огонь. — Павел, — сказала она тоскливо, — только ты, пожалуйста, мне потом ничего обо мне не говори. Я все сама знаю. И потребовала с отчаянием. Дай сначала руку и не смотри. Она провела его рукой по своей ключице, по ребрам. Подняв подбородок, сказала с закрытыми глазами, — Вот видишь, какая я, Павел? — Теперь знаешь. Вытерла тыльной стороной ладони помаду с губ, сказала озлобленно. А вот все-таки хотела тебя обмануть. Понравиться хотела. Накрасилась, брови выщипала. Слышишь, Павел, тебя обмануть хотела. Балуев опустился на земляной пол, уткнулся лицом в брезентовой туфли с жены. И ни тогда, ни потом Балуев не нашел слов, чтобы сказать Дусе, что он испытал в эти минуты благоговения. А Дусе только стыдливо отодвигалась, пытаясь подобрать под себя ноги, и молила, — Паша, отпусти, Паша, они же грязные. И счастливо улыбаясь, шептала, — Пашка, ну чего ты чужие ботинки целуешь? Я их у Зои Александровны одолжила. — Вон мои на печке! И смеялась тоненьким, беззаботным голосом, которого давно не слышал Павел Гаврилович, пожалуй, с тех времен, когда его жена была Дуськой-арматурщицей. Вернувшись на фронт, Балуев воевал с тем жестоким, осмотрительным бесстрашием, которое для врага было страшнее иступленной мстительности. В Сталинграде с тонким инженерным расчетом с каридной экономик каждый килограмм взрывчатки виртуозно подрывал оборонительные сооружения врага и даже сделал изобретение, приспособил обычный буровой станок к горизонтальному бурению, чтобы прокладывать минные галереи под доты. Это он пробрался по канализационной сети и взорвал немецкий склад горючего, потом, когда полз обратно, пылающая нефть растеклась по подземной канализации, и он выбрался из люка уже горящим, и бойцы гасили его, катая в снегу. И хотя Евдокия Михайловна уже жила в Москве и получала академическое снабжение, Балуев упорно отправлял в посылках свой сухой офицерский дополнительный паёк и вымененный у товарищей на табак и фронтовую норму водки масло и сало. Жена писала, что он напрасно беспокоится, она теперь вовсе не худая, и тревожно спрашивала, неужели он не может забыть, какой она была худой в эвакуации. Потом с фронта Балуева вызвали в Москву. Он получил секретное задание отправиться на Дальний Восток, класть дюкер под водой для снабжения флота топливом в открытом океане. Вылететь на объект он должен был в тот же день. Балуев позвонил жене в институт, чтобы она приехала на аэродром. Дуся шла в расстёгнутой, мокрой, облезлой, беличьей шубе, шла под зонтиком, оберегая красиво причесанную голову, на ней лёгкая летняя, облегающая фигуру платья, в ушах серьги. Балуев сразу увидел её, подошёл, обнял и стал молча, жадно целовать, почти вытаскивая из расстёгнутой шубы. «Павел, что ты, смотрят!» Но никто не смотрел. Идущие к самолётам обходили Балуевых. Балуев притронулся пальцем к её оттянутой серьгой мочки, спросил. «Не больно?» «Не надо было, раз это больно!» Взял за плечи, отстранил от себя. «Тебе идёт!» И вдруг рассердился. «Зря это ты без меня такая будешь!» «Зря могла бы подождать!» «Павел, ты смешной!» «Посмотри, вот!» Она разобрала на виске волосы. «Видишь, седина!» «Я же уже старой делаюсь!» «И правильно, удовлетворённо!» сказал Балуев, «Нечего!» И снова восторженно объявил. «Какая ты!» И пожаловался. «Всегда такая, как новенькая. И ты у меня тоже всегда новый. Знаешь, дочка, — сказал Балуев, думая о чём-то своём, сейчас окончательно ясно, какие мы все. Вот подойди здесь к любому. Скажи человеку только вежливо. Кровь раненому надо. Пожалуйста, будьте любезны. Кончится война. Самый огромный памятник из нержавейки надо поставить не кому-нибудь персонально, а просто советскому человеку. Человекопоклонниками должны стать. Вот чего нам самое главное после войны надо». Павел Гаврилович Балуев возглавил работу по сооружению подводных переходов на строительстве магистрального газопровода. Дело было новое, неизведанное. Балуев знал, что газификация страны равна по своему значению электрификации. Азарт нового великого созидания обуревал его. Но вопреки инстинкту хозяйственника нахватать где только возможно побольше техники, Павел Гаврилович проявил неслыханную жадность на людей. Балуев заставил отдел кадров не подбирать и проверять для него людей, а разыскивать адреса тех, с кем он вместе воевал и с кем строил в годы войны и кого запомнил на всю жизнь. Стремительное вторжение сложной, богатой техники в строительное дело привело к большей зависимости руководителя от каждого подчиненного. Ибо теперь производительность труда человека, управляющего один на один могучей машиной, стала равна труду сотен людей. Два машиниста, двух трубоукладчиков, да два машиниста, один изолировочного агрегата, другой очистной машины и один машинист роторного экскаватора заменили полтысячи рабочих. Раньше руководитель не мог влезть в душу каждого рабочего. Раньше для того, чтобы управлять людьми и понять их, он прибегал к помощи воображения, создавая для себя этакий коллективный портрет, в котором смешивались одновременно черты сотен людей, объединяемых по признаку неких общих достоинств или недостатков, изучаемых в канцелярии стройучастка, по ведомостям зарплаты, графику выполнения работ и рапортом бригадиров. Теперь эти методы уже никуда не годились. Ныне возникла необходимость руководства один на один, с глазу на глаз. И чем больше руководитель проникал в особенности душевного склада, улавливал черты несхожести, знал подробности жизни людей, тем лучше удавалось ему найти к ним подход, завоевать авторитет и уважение. Субтитры создавал DimaTorzok